Я думаю, что не менее интересных новых идей мы можем почерпнуть вокруг себя. Дорогие друзья, посмотрите, что представляют из себя те культурные точки роста, не хочется сказать, которые есть хотя бы на территории северной части Удмонской республики. Это, конечно же, те объекты, которые мы называем Сибирскими. Это не просто историческая дорога, это путь, который ведет куда? Опять-таки, к истоку, к истоку, к истоку. И если сейчас мы спрогнозируем ситуацию с двух сторон, а вы знаете, что существует политика малых дел, которой все мы привержены, потому что нельзя всего сразу. И если эти политики малых дел, отталкиваясь от конкретного объекта, мы одновременно можем запустить проект большого локомотива. Дело в том, что некоторое время назад мне засчастливилось, у меня участие в городе Глазове в проектной сессии, посвященной развитию городской инфраструктуры. И что меня особенно порадует, почти на всех площадках обсуждения касалось это социальной политики, экономики города, молодежной политики детства, рано или поздно слова Глазовчан начало слово «эгнокарно». Потому что должен быть такой объект, которому привязан тот звуяной регион. Невозможно жить на территории, не имея некой губовины. И вот для северной Муртии это именно и так. Я тоже невеликий сторонник делать такие оглядки на соседние регионы, но посмотрите, что удалось сделать нашим коллегам с Булгаром. За какие-то 10 лет Булгар превратился не просто в объект археологии историко-культурного туристского назначения. Это не объект ЮНЕСКО. Но если серьезно взглянуть на территорию членских памятников, и особенно и на карах, извините, у нас лучше, и в ландшафтном, в мифологическом отношении, и в постепенении изученности у нас не хватает инфраструктуры. И, я бы даже сказал, политической инициативой придать нашим объектам культурно-туристической значимости российскую, а затем и международную форму измерения. Я думаю, что это большая перспектива. И когда мы говорим о Сибирском тракте, мы должны понимать, в том числе, и начало этого судебского тракта. Чебетские памятники и на карах. Мое конкретное предложение, уважаемые коллеги. Давайте. Когда мы говорим о мистическом, культурном пластыре Сибирский тракт, мы не должны закупать его основы. И вкладывать силы, средства, возможности для того, чтобы пропагандировать в целом весь комплекс и все понимание нашего культурного наследия. Потому что вокруг этого традиционная историческая этнографическая среда, это традиционная русская культура, о которой мы говорили, это и бессермянская культура, это и русская культура, городская русская культура. Все это вместе составляет основу нашей жизни. Спасибо. Спасибо.